Тур-сезон в аннексированном Крыму в разгаре. Поток туристов в Крым только растет, а номерной фонд уже заполнен почти на 100%. Крым весь полностью открыт для россиян. Имеешь российский паспорт, все, бери машину, или бери самолет, или бери поезд. Напомним, что с 1 июля для въезжающих на полуостров россиян отменили обязательную обсервацию. Пока заграничные курорты для РФ остаются закрытыми, выбора у жителей Великой и Духовной особо-то и нет. Поэтому они массово отправились загорать на курорты аннексированного полуострова. В разгаре в этом году большинство туристов на полуостров едут именно за пляжным отдыхом. Желающих искупаться в теплой воде и погреться под ярким крымским солнцем немало. Пляжи практически заполнены. В этом июле многие россияне помчались в Крым по факту из-за безвыходности и отсутствия альтернативных мест отдыха. А вот захотят ли они вернуться сюда в следующем году, когда границы других стран будут для РФ открытыми, это уже вопрос. Сейчас отдыхающие массово жалуются на состояние городских пляжей. По всей видимости, многие крымские недочиновники подумали, что из-за карантина тур-сезон в Крыму вообще не состоится. Поэтому решили не подготавливать пляжи полуострова к приему отдыхающих. Не особо они напряглись даже тогда, когда стало известно, что путь российским туристам на полуостров будет открыт с 1 июля. Только взгляните на эти печальные кадры крымских курортов в разгар сезона. Инфраструктура отдыхающих встречает еще та. Сплошной мусор на пляжах, грязные туалеты, разваленные здания, ржавые конструкции. Здесь все разбито. Ну вот это вот сзади, конечно. Тут вообще что-то как будто горело или что, ну там, или еще не достроили его. Здесь, конечно, все подубитое, не крашены поручни. Блин, какие-то разваленные камни валяются, норматуры торчат. Что еще происходит? Короче, здесь вообще жесть с этой стороны. Именно так городской пляж Алушты выглядит в июне 20-го. На кадрах возле моря еще совершенно нет людей. Можно с легкостью разглядеть все красоты прибрежной полосы одного из самых популярных когда-то курортов Крыма. Вот эти вот все шанхаи, арматуры старые, непонятные конструкции из металла. Ну надо, да, благоустраивать его. Пошлите на другую. Недовольны состоянием городских пляжей и севастопольцы. В социальных сетях постоянно появляются сообщения о том, что с пляжей не вывозится мусор, в зонах отдыха отсутствуют туалеты. Потому что пиво продавать и там все остальное, они быстро все организовывают. А туалет поставить элементарный, на неделю растягивается решение вопроса. Люди активно жалуются на отсутствие элементарных благ для комфортного пребывания у моря. Никакой реконструкции, грязь, бардак, ни зонтов, ни шезлонгов. Отвратите. 13 приморских зон Севастополя после обследования вообще оказались небезопасными для жизни отдыхающих. За период мониторинга состояния пляжей было выдано более 20 предписаний о ненадлежащем санитарном состоянии территории. Конечно же, перед камерами так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев солидарен с горожанами и изображает большое возмущение работой чиновников. Вот эти вот горы мусора, вот это вот все, вот это все не пойдет. Туалеты должны быть. Нету там стационарных не успели. Пусть привозят, выставляют. Ну, как бы должно быть все в какой-то логике все равно. Но был бы толк от такой показательной обеспокоенности. Чего только стоит затеянный в мае этого года ремонт набережной Парка Победы. Удобства никаких нету. Не переодевалок, раздевалок. Убирает плохо очень. Парк Победы вот этот в этом году очень плохо состоял. Еще и ремонт затеяли. Как-то не могли раньше об этом позаботиться. Кстати говоря, проект реконструкции набережной был утвержден еще осенью 19-го. Но почему-то строительные работы здесь начались перед самым стартом лета 20-го года, когда на море уже стали приходить первые отдыхающие. Я вижу море. Смотри. Вот так вот сейчас севастопольцы смотрят на море. Конечно, хорошего мало. Спасибо. Все надо делать в свое время. Ну, я думаю, что они надеялись, наверное, что сезон в этом году не начнется. Вот. И спокойненько себе запустят ремонт. Не знаю, если затянется, конечно, на все лето, будет обидно. В общем, к сезону не подготовились. А начинают готовиться только тогда, когда уже сезон начался. Мы очень все возмущены. Так называемые севастопольские чиновники обещали как можно скорее справиться с работой. Но, естественно, к первому июля часть набережной так и не открыли. Более того, ремонт, по словам местных предпринимателей, и вовсе остановился. Территорию просто разрыли и забросили. Люди сами построили мостики к заведениям через вырытый строителями котлован. Но клиентов все равно не очень много. Владельцы прибрежных торговых точек и кафе в растерянности. Они надеялись начать работу уже с июля. Но по таким развалинам клиенты попросту к ним не доходят. Люди тут гуляли вечерами, отдыхали. Сейчас здесь как бы никого нет. Вот центральная часть вот эта вот, она перегорожена. И самое интересное, людей абсолютно не проинформировали, почему стройка остановилась и когда вообще возобновятся работы. Официально, конечно, мы таких не слышали. Но вот то, что местные, говорят предприниматели, до 30 сентября эта стройка заморожена. После отдыха на таких пляжах есть ли хоть малейший шанс, что россияне выберут аннексированный полуостров вместо Турции? Сообщение с которой предварительно будет возобновлено уже с 1 августа. Согласитесь, верится в это с трудом. Ведь по всем параметрам, сервису, инфраструктуре, ценам, Крым с треском проигрывает турецкому направлению. Турция в этом году закрыта, но по сервису мы ее должны заменить, правильно? Стоит отметить, что на курортных крымских улочках сегодня можно встретить не только представителей страны-агрессора. Кто бы сомневался, что на аннексированную Россией территорию поедут отдыхать и жители другой аннексированной РФ территории. Донбасс? Да, Донбасс. Расскажите, как пропускают или не пропускают? Одному украинскому паспорт пропустили. Доехали прекрасно. ДНР-овскую таможенную прошли за 20 минут, российскую за 30 минут. Так, а паспорт какой у вас был? Паспорт Украина. У нас северская Украина, у сына ДНР. Я из Донецка, это Донбасс. Тоже Донецк? Три человека уже из Донбасса ко мне подходят. Расскажите, как вы доехали. Паспорта какие через границу? Украинские. Украинские. Все в своем турист сегодня на полуострове, как говорится, небогатый. В основном люди готовы тратить деньги лишь на проезд и самое дешевое жилье. Остальные курортные изыски и соблазны из-за недостатка финансов остаются для таких туристов попросту недоступными. Рестораны днем все пустуют. Днем пользуются спросом только от столовой. А ведь до аннексии крымские и приморские кафе и рестораны практически все были забиты людьми. Сейчас же для отдыхающих в приоритете питание в экономных столовых, либо самостоятельное приготовление еды дома. Мы в основном в обед будем кушать столовую кафе, а потом сами немножко так. Можно сами. Но на самом деле для жителей оккупированного полуострова есть вопросы гораздо важнее, чем туристы с низким достатком. Куда опаснее для них перспектива подхватить коронавирусную инфекцию от приезжих россиян. За прошедшие сутки выявили менее 6 тысяч случаев. Умерли 147 человек. По официальной статистике ежедневно в РФ ковид-19 подтверждают у 5-6 тысяч людей. Жители духовной массово везут инфекцию на оккупированный полуостров. В Севастополе три новых случая коронавируса болезнь нашли у молодых людей, которые приехали в город на отдых из Пермского края. В Крыму каждый день сообщают о новых случаях заражения коронавирусом. Недавно вспышка произошла среди сотрудников Ялтинской администрации. Там ковид-19 обнаружили сразу у 7 человек. В подведомственные учреждения администрации введены дополнительные ограничительные меры. Дезинфекция поверхностей, термометрия и масочный режим. Личный прием граждан ограничен. На карантинный режим работы стали переводить и другие административные учреждения. Это столпотворение недовольных горожан образовалось возле Ялтинского пенсионного фонда. На море куча людей. Слушайте, давай. Один закрывает. Ну, нужно. Потом носит такой же. Доконно носит. На море куча людей приезжает сюда. Давай там... Ну, пойди, мы здесь в администрацию. Люди в недоумении. Почему работу госслужб на полуострове ограничивают, в то время как на городских пляжах толпы людей? И никто совершенно не соблюдает дистанцию. Ёшкин кот. Вот это неожиданно. А где не станции я? Все вышли выйти на просто пляжик. Ребят, много людей на самом деле. Очень много. Посмотрите. Многие крымчане уверены, что официальная статистика врет. И заболевших коронавирусом в Крыму на самом деле намного больше, чем пропагандисты рассказывают по федеральным каналам. Я вас хочу предупредить, будьте, пожалуйста, сейчас предельно осторожны, потому что в Ялте настоящий всплеск этой заразы. Это видеообращение из Симферопольской больницы записала пациентка с подтвержденным COVID-19. Женщина рассказала, как на самом деле обстоят дела с коронавирусными больными в центре туристической жизни в городе Ялте. Врачи сами в шоке от того, что такой вспышки, как по Ялте сейчас, не было во всем регионам Крыма вместе взятым. На федеральных каналах, конечно же, никаких проблем не видят. Пропагандисты трубят о толпах туристов, которые с радостью мчатся отдыхать на оккупированный полуостров, а все негативные факты просто опускают. На лежаках пляжа Ялты уже сложно найти свободные места. И только время покажет, чем на самом деле может обернуться такое неконтролируемое нашествие туристов из РФ для жителей аннексированного полуострова.